Ну, наверное, Даня Куликов. Он меня постоянно исправляет. Тренер и вот это торты. Он пытается всегда умничать, поэтому я бы его назвал учителем русского языка. Ну, точно не те князян, потому что гражданство меня. Антон Миранчук. Почему? Воспитанный, молодой человек, так скажем, образованный. Можно, так сказать, наругать в нужный момент. Я думаю, что ответ очевиден. Это Артем Дзюба, человек с огромнейшим словарным запасом, какими-то нравственными моральными понятиями. Постоянно учит чему-то, бурчит себе под нос. И я думаю, что как раз он подходит под эту роль. Макей, он, ну, кресты у нас катается, делает в разные страны. Поэтому он уже подучил там английский, итальянский, я не знаю, куда он там ездит, в Сербию. Поэтому молодец. Английский давайте Ваня Кузьмичев, потому что он играет в компьютерные игры и там часто разговаривает на английском. Я думаю, Стас Макеев. У него хороший английский, несмотря на то, что он родом из Осетии. Вот. Тем не менее, он обладает качественным английским языком. Физкультурник. Ну, мороз. Вот такой, ну, если его одеть, в принципе, вывести в зал для физкультуры, он, в принципе, похож, я думаю, для физкультурника. Гиля. Гиля, давайте, Гиля. Потому что больше всего времени в финансовом зале проводят. Наверное, я. Просто потому что очень часто и много провожу времени в зале. Меня даже ребята некоторые подкалывают насчет моих там упражнений и всего остального. Поэтому я бы мог несколько уроков дать хорошую по физкультуре. Трудовик как раз рядом с ним фасон будет. 2, 2. Один физрук, другой трудовик. Трудовик, трудовик, трудовик. Ну, давайте Марио Митай. Пусть будет Марио Митай. Вот ты спрошь, почему я даже не отвечу. Пусть будет Марио. Ну, кто у нас больше всего читает? Наверное, опять назову Стаса Макеева, но он у нас на английском шпарит. Так что Гиля, Гильерми, наверное, потому что много читает русскую литературу, чтобы не отставать от русских людей. Он же русский теперь. Артем Дзюба, сто процентов, потому что чаще всего я его вижу с книгой. Ну, это человек, которого я чаще всего вижу, когда читает он. Если мы ассоциируемся именно с книгами, наверное, Сережа Пеняев. Я думаю, что для своих лет он очень умный парень. Он много читает не только книг, но и какой-то информации из интернета. Все равно это повышает тот же самый словарный запас, кругозор расширяет. Поэтому, наверное, Серега Пеняев, да. Ну, пою, наверное, больше всех я. Мне лучше всех. Я думаю, в команде. А можно один человек замещать? Два, допустим. Нет. Ну, допустим, чек нельзя на английский и пение. Потому что этот человек постоянно с колонкой. У меня даже наушников нет, но с телефоном ходит и так слушает. Костя Мардишвили. Потому что человек, любой трек, который звучит на зале, в разделке, неважно. Он его подпевает и делает это максимально ужасно. Тикнизян. Он постоянно у нас заведующий в разделке по музыке. Включает ее и мы слушаем его песню перед игрой. Чайки он и поет, он все делает. Таких музыкантов явных у нас нет. Можно они из футболистов? Вот у нас есть Валерич. Мы очень хорошие, знакомые. Он на гитаре хорошо играет. География. Мы как-то с Кузьмичом вот тут на днях в отеле играли в города и, точнее, играли в страны и их столицы. В итоге он ни одной столицы не знает, поэтому пусть будет учитель географии. Как раз, может, подучит. Ну, давайте Мардишвили выбирать. Там отпуск постоянно. Вот сейчас недавно в Германию ездил, по-моему, по сути сами смотреть. В отпуск в Турцию, если мне память не изменяет, ездил. Ну, вот, первое, что пришел на опыт. Скажу, Дима Баринов, так как человек с огромным опытом игры в Еврокубках, игры за сборную России, я думаю, он много где побывал, и ему есть что рассказать. Ну, пусть будет наш тренер Михаил Михайлович Галатионов. Он как главный будет директором. Директор школы Дмитрий Баринов. Рифат. Бескомпромиссный, спокойный, адекватный и такой последовательный человек. Вот, думаю, ему бы эта роль хорошо подошла.